Всем привет! Меня зовут Арига-Тю, и вы на канале Арига-Тю, Варуда. Сегодняшнее мое видео не про дирайкей, несмотря на мой образ. Да, это просто моя бейс-одежда сейчас, на данный момент. И видео по заголовку, вы уже поняли, ладно, о чем оно. И рассказываю предысторию. Недавно я ездила отдыхать в Таиланд. И не то, чтобы у меня было много возможностей изданных чем-нибудь закупиться, но, к сожалению, были далеко от всяких шоппинг-центров, и жили там в глуши. Но парочку раз до супермаркетов, до 7-11 мы дошли. 7-11 это... В Японии, например, это называется коммени. То есть там можно все, что угодно сделать, в принципе, и ксерокс, и перевод, и посылку получить, и билеты на концерт, чтобы тебе туда доставили и продукты купить, и какую-то косметику, и все такое. То есть такой магазин, и продукты, и бытовая химия, и готовая еда, и так далее. Ну, я думаю, многие знают хорошие магазины, обожаю их всей душой. Поэтому, когда я узнала, что в Таиланде тоже есть 7-11, химили-март и так далее, я была очень рада и поняла, что обязательно должна сходить. И там выдалась такая небольшая прогулка до двух магазинов, до двух 7-11. И когда я зашла и увидела там стенды с косметикой, а я уже очень давно не покупала косметику в офлайне, а это еще все-таки иностранная косметика, упаковка более милая, чем у нас, и просто все такое цветное, красивое и недорогое. Там от 200 рублей и так далее. Это просто я такая, аааа, брать себе, брать на сувениры, брать на тесты, вот для видео, набрала себе. Ухода взяла мало, больше брала декоративную, потому что хотелось. Чего-то такого. Во влоге, который вышел ранее, можете посмотреть, там есть моменты из магазина, где я снимаю витрины. Там реально, ну, глаза разбегаются, хочется реально это все взять, учитывая, что это стоит недорого. Просто моя сорока внутри меня. Вот так я брала, я взяла корзину и вот так вот накидывала. Полчаса стояла и выбирала, что я хочу взять. И, к сожалению, взяла не все, что хотела. И в следующий раз, надеюсь, в этом пробую и другие косметические продукты. И сейчас я вам покажу кучу косметики, которую я купила. И сегодня мы ее с вами будем всю тестировать. Я, конечно, понимаю, что тут я ни явки, ни сайты, ни пароли не дам. Поэтому это, скорее, просто развлекательное видео посмотреть на косметику из супермаркета и с другой стороны. Потому что у нас... Кстати, я недавно в Dixie видела продается Vivienne Sabo, набор там тушек-карандаш. Тоже. Вот косметика приходит в магазин. Обычная. Ну, а теперь давайте начнем с уходовой части, которая минимальная и которую я попробовала. Вообще не знаю, что про это особо сказать. Это не уход, это мист для тела ароматный с блесточками в коллабе с Какао Фрэнс. Персиковый. Конечно же, я взяла персиковый, он еще и фиолетовый, и лавандовый. Это была любовь. Пахнет приятно, но запах вообще не держится. Ну, так просто побрызгаешь себя для настроения и все. А это уже такой мист для лица. Здесь тоже спрей. Я им пользовалась и утром, и после того, как я приняла душ, и после бассейнов, после моря всегда. Когда умывалась, сразу же брызгалось, и лицо освежалось, было хорошо. И в нем все неплохо, в принципе. Но запах какой-то у него странный, мне не очень нравится. Такой, не знаю, как будто мокрой газетой пахнет. Очень странные у меня ассоциации, но мне кажется, это должно быть понятно. Пахнет как мокрая газета, не очень приятно. Но сам по себе неплохой, кожу увлажнять тоже неплохо. Поэтому еще раз, конечно, я его не возьму, но допользуюсь. У меня уже он почти половина потрачено. Это я за отпуск потратила, но и здесь немножко тоже. Первыми у нас пойдут три пудры компактные, маленькие такие. Ну, упаковки симпатичные. Они все в оттенке 02 Light Beige. 02 N2 Light Beige. И они все разного цвета. Я не знаю, как это получается. Но она прям такая темная, другая, желтая, третья, вроде бы ничего. Но далее мы уже с вами посмотрим, что из них что. Следом у нас пойдет консилер. Единственный консилер, который в этих двух магазинах я нашла. Поэтому обязательно сделала попробовать. Учитывая, что они расходуются достаточно быстро. Дальше перейдем к двум палеткам теней. Ну, куда было без теней? Они выглядят очень симпатично. И цвета такие, которые, в принципе, сложно испортить. И они должны быть нормальными. Это не синий, не зеленый, не фиолетовый. Рыжий и такие красные оттенки. Они лучше всего делаются. Поэтому меньше всего должно быть в них проблем. Поэтому очень хочу попробовать. Свотчи красивые. Особенно мне понравились красный этот невероятный, блестящий. Прям жирненький такой, плотненький. Но я думаю, что должно быть неплохо. Дальше перейдем к туши для ресниц. Это тоже одна из многих тушей, что там была. И я взяла только потому, что в отличие от других тушей, она была в розовой упаковке, а не в черной. Да-да, я впадкая на упаковку тоже. И последними у нас идут продукты для куб. Это два продукта. Одна матовая помада, другая. Такой тинт, который оставляет за собой след. Поэтому будем все пробовать. Оттенки там, тестеров ничего нет. Просто они все упакованы в блистерах. Это не дорогая косметика, она так и продается. Вот в этих блистерах, как у нас ножницы маникюрные продаются, еще что-то. Тестеров никаких нет, ничего. Просто берешь, как ты думаешь, что тебе понравится и все. В принципе, учитывая, что цена не очень высокая, даже, наверное, я бы сказала, невысокая, то пробовать, в принципе, можно. И за сейчас давайте перевестимся в будущее, точнее, в прошлое, которое было вчера, где я сделала свой первый макияж и поделюсь своими впечатлениями о первой косметике. Ну что ж, я закончила первый свой макияж и использовала вот эту косметику. Ну, как вы понимаете, тушь и консилер будет в обоих макияжах одинаковая. А все остальное я буду менять. Итак, давайте по очереди. Консилер. Он очень похож по консистенции на замазку, такой густой. Несмотря на плотность на сводчах, мне кажется, что все равно там недостаточно света. Ну, в принципе, неплохо, но мне понравился меньше, чем мои остальные консилеры, которые у меня есть. У меня есть Catrice Liquid Camouflage и от Etude House консилер. Поэтому, ну, пользоваться можно, ничего такого, но, наверное, не стоит его брать. Дальше перейдем к пудре. Сама по себе пудра неплохая, матирующая, но цветная. И даже этот светлый оттенок для меня желтит. А по всем остальному неплохо. Ну, кроме того, что она такая маленькая-маленькая, и моя кисть просто больше, чем этот пудляр. Поэтому мне было не очень удобно носить пудру. А вот эти спонжики маленькие, которые здесь, аппликаторы, то вообще паздвор. Ну, мне кажется, даже более дорогие пудры сейчас такие кладут. А что говорить про бюджетную супермаркета? Следующее это палетка теней. Я уже по-свощим подумала, что, наверное, обе палетки теней мне понравятся. И это так. Очень неплохие тени. Лучше, чем наши бьюти-бомбы и всё такое. Где-то на уровне вот китайцев, которых я беру, намного дороже. Не Flower Nose. Сразу вам говорю, что Flower Nose у нас отдельно находится. И их мы говорим про их отдельно. А всё остальное уже китайские тени можно соединить. Вот Juicy, Color Rose. Вот того же качества. Очень хорошие тени. Но они такие невероятные, как Flower Nose. Действительно, просто хорошие тени. Никакого большинства не делают. Но и ничего плохого тоже. Хорошие, обычные тени. Пигментированные. Немножко совсем пылят. Может быть, не осыпаются, как по мне. Ну, может быть, там капельку. Замечу, что тушуются хорошо. Бестяшки тоже хорошие. Матовые мне тоже понравились. Очень здорово. Тоже примерно цвет, как в рефилах. Это плюс. Тушь. Это мой фаворит вообще, наверное, из тех косметики, которые я попробовала сейчас. Тут, да, силиконовая кисточка. Но это самая удобная силиконовая кисточка, что я пробовала. И сама консистенция туши мне очень понравилась. Она достаточно жидкая, достаточно густая. Но при этом не течёт, не капает. И мне очень понравилось, как выглядят мои ресницы. Она их изогнула, и удлинила, и объём придала. Немножко склеила такими пучочками. Может быть, для кого-то это будет минусом. А мне нравится сразу получать эффект корейских трендов. Очень хорошая тушь. И достаточно сложно ей испачкать свой глаз, когда красишься. Поэтому плюс. Единственное, что мне кажется, что она всё-таки рассыпается больше, чем мои обычные туши. Но за свою цену просто находка. Если я буду ещё раз в Таиланде, дайте, но возьму. Парочку. Ещё и в подарок. И последнее. Это матовая помада. Mixing Proof. Это Shine Bright или что-то такое называется. Ну, что я могу сказать? Я, если честно, уже просто отвыкла от матовых помад. Она немножко сушит губы, конечно же, как высохла. Наносится без проблем. Вот что-то что. Она носится неплохо. Достаточно долго застывает. Это, наверное, может быть минусом. Но, с другой стороны, я нанесла в центр. Растушевала кисточкой по краям. И мне хватило времени. Ну, правда, излишки пришлось всё-таки влажной салфеточкой потереть. Но ничего страшного. Неплохо. Но я больше всё-таки люблю другие текстуры. Вот суфлешка матовая. Да, пожалуйста. Блески. Да. Там, сияющие помады. Сатиновые. Да. А вот такие матовые, такие более обычные. Более того, что раньше делали. Всё-таки для меня немножко устаревшая формула. Но для тех, кто любит очень неплохая помада, сочетывая, что всё это достаточно недорогая косметика. Но при этом качество на уровне. Теперь давайте перейдём к следующему макияжу, который я вам покажу уже с немножко другой косметикой. Ну, точнее, поменяется только палетка и помада. Вот эту косметику я использовала при съёмке этого макияжа, который вы сейчас на мне видите. И я ещё до этого поснимала тиктоков, поэтому он сейчас не первый свежести. Поэтому, может быть, что-то не так хорошо, как было в начале. Но давайте по порядку. Консилер. В принципе, я о нём в прошлый раз уже сказала, но в этот раз я решила его растушевать не бьюти-блендером, не спонжем, а кистью. В повседневной жизни я обычно тушу консилер кистью, потому что спонжем я использую тогда, когда наношу весь тон спонжем, базу, тон спонжем. Я его уже намочила. И уж консилер тоже могу растушевать. Например, если я пользуюсь скушённым, который и так уже с аппликатором, мне не нужно мочить бьюти-блендер. И кистью он очень слабо возносится. Прямо такими следами остаётся, потому что он такой плотный, густой, объёмный. Ну, такой. Я бы не повторила, не рекомендую. Даже Catrice Liquid Camouflage намного лучше. Тот прям тоненький, жидковатый, хорошо разносится всем. А это прям слой такой замазки. Эта пудра тоже в оттенке light beige. И в отличие от прошлой пудры, мне показалось, что она чуть потемнее. Но когда я нанесла, мне показалось, что нет. Она меньше желтит. Пудра, как пудра, чуть-чуть матирует. Мне матирование особо не нужно. Я просто закрекляю макияж. Возможно. Если у вас более тёмный цвет кожи, то вообще будет хорошо. Для белоснежек я бы, наверное, не рекомендовала брать пудру в Таиланде, потому что она цветная. Лучше брать прозрачную. У корейцев. Далее переходим к палетке теней. К вот этой оранжевой палетке, про которую я подумала, что проблем с ней не будет. Но проблемы появились сразу же. Вроде кажется, ну, красивые сочетания, всё неплохо. А потом... Ну и чем я сделаю здесь макияж? Чем я здесь высветлю? Чем я здесь затемню? Чем я здесь уголочек подсвечу? Получилось, что она какая-то нефункциональная. То есть у меня есть два рыжих оттенка, светлый и тёмный. Ладно, этот я как подложку, например, на всё веко, сверху, снизу. Этим я затемню. Окей. Немножко затемню. Он у неё сильно тёмный. Дальше у меня есть прям такой очень слабый, но сатиновый. И хороший, сатиновый. Вот этот замечательный. Он и кистью, и пальцем наносится хорошо, как и на свотчах. А вот эти меня немножко разочаровали. Ребята, кистью они наносятся не очень. Лучше всё-таки использовать палец. А мне с моими ногтями не очень удобно носить тени пальцами. Поэтому он показался... Она симпатичная, но не как палетка, которая у вас будет на каждый день одна. К вам, к ней, скорее всего, понадобится что-то ещё. Но если, например, делать и моно-макияжи, которые там одним цветом, то, в принципе, неплохо. Этот нанесли, этим втушевали в кожу, например, и так далее. Бестяшку добавили. В принципе, неплохо. Но мне не хватает. Я привыкла всё-таки, что мне ещё обязательно коричневые в макияже, я там рисую им тени и так далее. Тут мне не хотела. И сами тени мне понравились чуть меньше по качеству, чем прошлая палетка. Та всё-таки получше пигментирована. Это послабже. Здесь матовые оттенки похуже. Но в целом неплохо. Макияж вроде бы симпатичный. Другое дело, что я почти не делала себе рыжий макияж, и мне она, в принципе, не особо нужна. Но тем, кто любит, я думаю, за то, что она была недорогая... К сожалению, я сейчас... Ценник я выкинула, цены я не озвучу, но тоже, наверное, рублей 500. Нет, рублей 500, наверное, много для неё. Краблей 400, наверное, она стоила. Сейчас вы скажете, это недёшево. Мне тогда почему-то показалось, что всё в сумме такое недорогое, что берёшь, берёшь, берёшь. Да, вот. И в сумме у меня потом вышло 4 тысячи рублей, кстати. Но там была не только ещё еда была, напитки. Ну, ладно, ладно. Или даже накуп 6. Ну, неважно. В общем, я один-два раза ходила в супермаркет за весь отпуск, поэтому уж можно было потратить денежку. В общем, и неплохо, и вроде бы, ну, что-то не то. И, казалось бы, тушь. Ну, что я могу при неё добавить? Что я могу с ней ещё сделать? А я смогла. В прошлый раз я наносила тушь только на кёрлер, на голые ресницы. В этот раз я нанесла базу от Evelyn, который там 85 в одном, 85 тысяч в одном. И, знаете, мне даже меньше понравилось. И так хорошо, и без базы смазываются ресницы. Я не думаю, что есть какая-то большая разница, кроме того, что они стали чуть больше слипаться от самой базы. Поэтому очень хорошая тушь. Мне очень нравится. Рекомендую, если вы найдёте вот этот. не ставим, как-то не ставим, не ставим. Я рекомендую. Очень хорошая тушь. Мне действительно понравилась. И она ещё и красивая в розовой упаковке. Чем не радости? Этот тинт, я бы назвала его тинтом. Он достаточно жидкий, быстро застывает, но совсем быстренько. Можно растушевать и получить вот такой вот мизинчик, который теперь пару дней не отмоется. Да, он действительно стойкий. Это здорово, это хорошо. Если вам это необходимо. Можно нанести плотным слоем и потом, например, салфеткой влажной стереть. Тогда у вас только задинтованные губы останутся. Я попыталась сделать что-то типа градиента, но очень типа. Ну, наверное, я просто разлюбила такие продукты. Мне легче нанести сначала что-то однотонное и сверху добавить прям совсем жидким вот этот хаус. И мне так больше нравится. А так, ну, наверное, на любителя такой текстуры. Я просто таким тяжело пользоваться. Вдруг я нанесу, неправильно какой-нибудь мне зайдет, и все. И куда я потом, если даже не стирается влажной салфеткой, будет два дня у меня тут, например, случайно рука соскочит и буду как джокер ходить два дня, пока не отмоется. Поэтому мне таким пользоваться тяжело. Я за себя не ручаюсь, поэтому вдруг рука дернется, и все. А тот, кто аккуратно делает макияж, я думаю, тем подойдет. Будет стойко, будет красиво. Вот такой более развлекательный обзор на косметику из тайского супермаркета у меня получился. Надеюсь, что еще будет. И не один раз у меня такие видео про косметику из путешествий. Ну, а сейчас я хочу узнать у вас, что вам понравилось из этого видео. Или, наоборот, совсем не понравилось, и вы считаете, что это деньги на ветер. Хотели бы вы что-то приобрести из этого? И не знаю. И не знаю. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на этот канал, на телеграм-канал. И я снова пащу видео в тиктоке. Тоже подписывайтесь обязательно. Хотя они бессмысленны. Всем большое спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok